Всем привет и всех с наступающим Новым Годом! С вами Полтис, и сегодня я хочу сделать теории по ФНАФ Секьюрити Бридж. Да, ребят, на момент ролика, ну точнее на момент записи ролика, 29 число, выпущу ролик я 31-го, поэтому скорее всего, если вы смотрите этот ролик, то вы уже смотрите или после Нового Года, или 31-го числа. Поэтому, ребят, уже, надеюсь, у вас появилось новогоднее настроение, и надеюсь, вы довольно длинный ролик для моего канала досмотрите до конца. Ну что ж, ладно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и мы будем приступать теоретить по ФНАФ Секьюрити Бридж. Итак, что ж, первая теория насчет помещения ФНАФ Секьюрити Бридж, а точнее не ФНАФ Секьюрити Бридж, а Мегаплекс. Где же мы находимся, в каком здании, что это здание в себе хранит, что за секреты, и мы можем узнать то, что под зданием находится пиццерия из ФНАФ Симулятора. Что вы скажете, что это за бред? Я думаю, вы уже видели концовку со Спрингтрапом, ее мы тоже будем разбирать, но не об этом. Мы можем, когда проходим на концовку со Спрингтрапом, увидеть странную пиццерию под зданием. Что же это может значить? Точнее, не что это может значить, а что это может быть за пиццерия. Да, не только я заметил то, что эта пиццерия уж очень схожа на пиццерию с ФНАФ Симулятор. Это заметил еще и Винди. Возможно, не только он. Но тот факт, что, скорее всего, это является пиццерия из ФНАФ Симулятора. Почему? Что же подтверждает эту теорию? Еще, когда мы можем спускаться, мы можем увидеть маску Фантайм Фредди. А точнее, увидеть можем Молтен Фредди. Скорее всего, точнее, новую ремодель Молтен Фредди. В которой, кстати, еще лежат костюмы Чики, Бонни, Фокси, Фредди, ну и марионетки. Вроде бы и Фредди нет, но не важно. Словом, сейчас не об этом. Можем понять то, что какой-то странный Молтен Фредди. Во ФНАФ Симулятор он был чуть-чуть другой. Но, ребят, скорее всего, это обычная ремодель, как было в ФНАФ Симулятор со Спрингтрапом. Так что, не надо говорить то, что Молтен Фредди 2, скорее всего, это какая-то фигня. Просто ремодель. Но, неважно. Словом, что мы можем понять из этого? То, что, скорее всего, это реально есть пиццерия из ФНАФ Симулятор. Да, ребят, это много чего подтверждает. Так же самое Спрингтрап. Так же самое еще какая-то пиццерия внизу, точнее, офис. Кстати, этот офис довольно похож на офис из ФНАФ Симулятор. Там, где мы сидим и смотрим по вентиляциям. Но, все же, вентиляция там только одна, поэтому этой теории точно нет. Ну, ладно. Что же? Мы подтвердили то, что все же под нашей пиццерией, под Пиццаплексом, находится еще одна пиццерия, заброшенная из ФНАФ Симулятора. То есть, мы можем понять, то, что, может быть, то, что в Пиццаплексе еще есть какие-то здания. Но, это мы пока не узнаем. Но, все же, давайте, допустим, то, что нету больше зданий под Мегаплексом, ну, или там, где-то еще. Но, тогда вопрос. Откуда же взялись корпус, Чики, Бонни, Фредди, там, Фокси, маска Мангл, кстати, я забыл сказать, то, что на Молтенфредди еще была и маска Мангл, маска Марионетки. Откуда же это все взялось? Возможно, то, что это уже были ненужные вещи, когда пришли новые владельцы этого здания, ну, или новые какие-то наследники наших людей, которые создавали эти пиццерии, и нашли эти старые костюмы, и просто выкинули на мусорку. А как мы знаем, то, что многие аниматроники после ФНАФа 6-го оказались на мусорке, в том числе и Молтенфредди. Скорее всего, там Молтенфредди и создал себе новый образ. Точнее, не новый образ, а усилил свои, так сказать, владения, будем так говорить. Разобрал аниматроников на эндоскелеты и сделал себе подкрепление. Что ж, это, конечно, только теория. Это ничем не подкрепляется, кроме того, что Молтенфредди был на мусорке, как и многие аниматроники из ФНАФа 6-го. Но непонятно, откуда взялись эти костюмы, эти корпуса, ну, мы можем только догадываться. Хотя, это тоже, как по мне, бесполезно, потому что, чтобы делать какие-то теории, надо чем-то это подкреплять. Ну что ж, ладно, я даже не знаю, что еще можно поговорить про здания, какие там есть еще заварушки, всякая хрень такая. Также мы можем видеть эндоскелетов в здании. Есть много, конечно, о чем можно поговорить, но все разбирать это будет очень долго. Даже 16 минут не хватит. А я за 16 минут хочу сделать довольно много теорий. Точнее, не то, что много, а довольно интересные теории. Ну, что ж, ладно, тогда давайте переходить, чтобы не тянуть время. Какую еще теорию я хочу поговорить? Точнее, я не хочу уже делать прям какие-то теории еще по чем-то. Я хочу именно сделать разбор, разбор концовок. Несколько концовок. Давайте расскажу вам, какие концовки я хочу разобрать. Это концовка со Спрингтрапом и со смертью Уэйни. Итак, давайте начнем с концовки со Спрингтрапом. И да, как открыть концовку со Спрингтрапом? Нам надо попасть в то здание, там где находится Молтен Фрейди, как я говорил. Там где находится пиццерия из ФНАФа симулятора. Ну и еще что можно сделать там? Нам надо включить генераторы и попасть туда. Также нам надо попасть на мусорку с Молтен Фрейди. Точнее, на какую-то непонятную вещь. И там же мы провалимся в новую какую-то пиццерию, в новое здание. Что это за здание, кстати, можно тоже потеоретить, но не важно. Будем говорить, что это сюжетное какое-то здание. И там из капсулы уже вылазит Спрингтрап. И что же он делает? Там уже начинается чуть-чуть другая геймплейная часть. А конкретно, Спрингтрап будет овладевать, точнее пытаться овладеть над Фрейди. Точнее, чтобы был под контролем Фрейди, как и все остальные аниматроники. Но мы можем повлиять этому. Когда мы видим, что Спрингтрап касается телевизора и начинает Фрейди просто колбасить. И Фрейди начинает светиться, подсвечиваться, точнее фиолетовым глазам. То мы просто подходим к монитору, на котором находится Спрингтрап, и нажимаем на кнопку. Начинается огонь, Спрингтрап отходит. Но это его не остановит навсегда. Там он еще будет довольно много это раз делать, и нам надо будет постоянно успевать. Но вы скажете, это легко, но не все так просто. Конечно же, будет усложняться, как и во ФНАФе. Это уже, кстати, довольно очень похоже на ФНАФ. Там мы начинаем уже ходить, точнее ходить, закрывать двери от аниматроников. К нам будет идти Чика, Роксана, Монти. Монти будет идти через вентиляцию. А Роксана и Чика через двери, конечно, через разные. Чиков легко. Ну, от Чики легко избавиться. От Роксаны не очень. Но давайте я не буду вам спойлерить, если вы еще не доходили. Но словом, нам интересна сама концовка. Когда мы все сделаем, на нас пойдет Спрингтрап. Мы с Фредди начнем убегать, но Молтен Фредди возьмет и заберет с собой Спрингтрапа. Куда? Что он с ним сделает? Возможно, то, что он заберет корпус Спрингтрапа и добавит к себе. Зачем? Непонятно. Но неужели все? Неужели это была смерть Спрингтрапа? Вряд ли. Скорее всего, Спрингтрап еще появится и не раз. Возможно, то, что Молтен Фредди и Спрингтрап объединятся. Ребят, словом, я не понимаю, почему так много пасхалок в этой игре. Я уж точно не ожидал здесь увидеть Спрингтрапа. Кстати, Спрингтрапа довольно изменили. Спрингтрап стал довольно жуткий. И у него появились какие-то огромные когти. Кстати, это мы его видели в самом первом тизере ФНАФ Секьюрити Бридж. А я думал, что это будут какие-то кошмарные аниматроники. Но реально, не очень было похоже на Спрингтрапа. Но давайте к самой теории и разбора концовки. Что же там происходит, помимо Спрингтрапа, Молтен Фредди и нас, убегающих с Фредди? Там еще происходит разлом здания. То есть здание начинает ломаться. И, блин, это, наверное, жутко. Почему мы убегаем? Куда мы убегаем? Непонятно. Скорее всего, мы просто в страхе с Фредди убегаем от Спрингтрапа. И все, в принципе. Скорее всего, это и есть концовка. Но, куда же делся Спрингтрап? Что же с ним стало? Убили его? Или что с ним сделали? Никто не знает. И теории здесь тоже бесполезны. Я всего лишь хочу разобрать эту концовку. Что же здесь еще интересного? А интересно то, что Спрингтрап не спешит на нас нападать. Обычно любой бы аниматроник на нас быстро начал бежать. И непонятно, что же он от нас хотел. Мы видели, как он и шел. Держался за свой корпус, за себя и шел с вытянутой рукой. Вроде бы ему надо помощь. Возможно ли это пасхалка на то, что во ФНАФ 3 он говорил, Помоги мне что-то такое. Да, ребят. Вполне возможно. Но, что же мы здесь видим? Возможно то, что Спрингтрап просто сильно мучается и хочет, чтобы мы ему помогли. Как и в прошлых частях. Но, скорее всего, ни один адекватный человек не помог бы ходячему аниматронику. Особенно маленький мальчик и аниматроник. Хотя, у Фредди довольно высокий, хоть и искусственный интеллект. Но, что ж. Ладно, давайте перейдем к следующей концовке. Следующая концовка с Уэнни. Точнее, со смертью Уэнни. Если это, конечно, была смерть. Ну, что ж. Концовка такая. То, что Фредди смотрит на плюшевые игрушки и решает поджечь здание. Почему? Непонятно. Но у меня есть, конечно, теория насчет этого. Но чуть-чуть попозже. Словом, решает поджечь здание. Берет, поджигает игрушки. И мы в это время, точнее Грегори, убегает. Бежит на крышу. Потом, когда Грегори убегает на крышу, он видит, конечно же, Ванессу. Точнее, Уэнни. Уэнни его хватает. Но, не тут-то было. Появляется Фредди. Фредди, благодаря новым глазам, видит Уэнни уже. Хотя, раньше он ее не мог видеть. Поэтому, он говорит. Я тебя теперь вижу благодаря новым глазам. И что ж. И потом Фредди берет и спрыгает вместе с крыши с Уэнни. Тем самым, убивая себя и Уэнни. Потом, мы, конечно же, спускаемся вниз и подходим к Ванессе. Ну, точнее, к Уэнни. И снимаю маску. И под ней Ванесса. Поэтому, в принципе, назвать Уэнни Ванессой, в принципе, ничего такого, в принципе, не вижу. Словом, это только подтверждает то, что Уэнни и Уэнесса, это один и тот же человек. Но, дальше, конечно, я не нашел, конечно, этого кадра. Но, дальше, дальше. После этой концовки, мы можем видеть Уэнни, который смотрит на нас снизу. Точнее, Уэнессу. И, тут у меня есть теория. Даже несколько. Первая теория, то, что это просто дух Ванессы. Вторая теория, то, что это нам хотели показать таким способом, то, что у Ванесса раздвоение личностей. Ну, а пока нету никаких подкреплений этой теории, нету никаких подтверждений этой теории. Поэтому, пока это останется загадкой. Возможно, какие-то профессиональные, так скажем, теоретики известны, нам об этом когда-то расскажут. Но, я могу, конечно, сейчас начать говорить какую-то абсолютно на уши ненадлазящую хрень. Но, это будет как-то бессмысленно, и я не хочу такое делать. Поэтому, давайте перейдем к еще одной теории, которой я хочу поговорить с вами. А конкретно, насчет странной дружелюбности Фредди. Да, ребят, в прошлом видео я уже, конечно, говорил насчет этого. Но, все же, мы до сих пор не понимаем, почему все же Фредди такой добрый. И плюс, мы, конечно, когда первый раз увидели крольщиху, точнее Венни, то Фредди сказал, что нету здесь больше никаких кролей. Ну, больше нет. Скорее всего, точнее, скорее всего, точно Фредди имел в виду то, что нету больше здесь кролей, и имел в виду Бонни. А мне это интересно. Так как мы сидели в то время в костюме Фредди, мы видели Венни. Но почему не видел Фредди? Возможно ли то, что он нас просто обманывает? И он знает, кто такая Венни, и до этого он ее видел. Но просто он ее боялся. Вполне возможно. Но что? Почему? Почему мы видели ее? Почему? Почему Фредди нам ничего об этом не сказал? Возможно, Фредди не хотел нас пугать. Хотел, чтобы просто мы подумали, что нам увиделось это. Чтобы мы не начали волноваться. Конечно, если это так, то Фредди очень дружелюбный и крутой аниматроник. А если нет? А если Фредди нас хотел таким способом обмануть? Когда-то, но все же Фредди одумался. Тем более, давайте мы посмотрим на ту же концовку, которую мы только что разбирали. Фредди стоит с грустным лицом. И почему он решил закончить это все? Почему? Почему Фредди решил, чтобы эта пиццерия сгорела? Что это может значить? Возможно, у Фредди с Венни был какой-то план. Ну, а точнее, Венни сказала то, чтобы Фредди делал вид то, что он дружелюбный, когда встретит мальчика. И решил нам помочь, так скажем. Ну, делал вид то, что хочет нам помочь. Но потом, потом... Ну, понимаете, то, что он должен нас предать был бы. Но все же, все же Фредди одумался и решил закончить это все. Спалить ресторан и убить Венни. Но, ребят, почему? Почему это может быть так? Потому что непонятно, почему Фредди сделал такое решение. Возможно, он все это понимал. Возможно, он одумался. Возможно, мы просто ему понравились. Как вы знаете, бывает довольно такое в сериалах всяких. То, что сначала был злодей, который притворялся добрым. А потом все же привык уже к тому человеку, который хотел предать. Ну, и, понимаете, стал добрым. Стал ему помогать уже по-настоящему. Да, ребят, теория, конечно, ничем тоже не подтверждается. Ничем ее подтвердить нельзя. Но она довольно интересная. Что ж, напишите в комментариях, что об этом думаете. Ну, а я хочу поговорить с вами еще об одной теории. И теория такова. То, что Глич Трап это обычный вирус. Это обычный вирус, который создал Вильям Афтон. Ну, точнее, Спринг Трап. Почему я так думаю? Сейчас объясню. Давайте вернемся в прошлую часть. В Хелп Вандет. Ванесса, как мы знаем, была тестером Хелп Вандет. И мы там видели Глич Трапа неоднократно. Который нам махал. Который нас, так сказать, заманивал. И, скорее всего, уже когда Ванесса была тестером, уже ее, так скажем, Глич Трап, уже как-то заколдовал, будем так говорить. И сделал ее злой и его марионеткой. Да, ребят, это много, конечно, о чем говорит нам. И много есть показателей и подтверждений этой теории. Но теория чуть-чуть не об этом. Мы знаем то, что Ванесса до этого еще общалась с каким-то человеком, непонятным в интернете. Это нам говорит запись на диске, которую мы послушаем в комнате с отсылкой на концовку ФНАФ Систер Локейшн. Да, там, где мы ели попкорн. Там есть еще место, где надо послушать диски. Точнее, не то, что надо, а можно послушать диски. И мы это там сделаем. Правда, диски тоже надо находить. В этих дисках нам говорит подружка Ванессы, то, что она общалась с каким-то довольно странным человеком, который никогда ее не видел, точнее, она никогда его не видела. И они общались с ним в интернете. Да, ребят. И да. Кто же это может быть? Я думаю, всем понятно то, что это был Глитч Трап. Ну, или Спринг Трап. Ну, и есть много подтверждений того, что Глитч Трап это обычный вирус, запущенный Вильямом Автомом. Да, ребят. И что ж, мы можем много чего сделать из этого теории. Но, ребят, мы можем понять, то, что и правда Ванесса является под контролем Глитч Трапа, а Глитч Трап влияется под контролем Спринг Трапа. Точнее, Глитч Трап и Спринг Трап это и есть один и тот же персонаж. И также, ребят, пока не забыл. Еще есть подтверждение того, что Глитч Трап это обычный вирус. Как мы знаем, то, что есть такой вирус, называется Глитч. И как мы понимаем, Глитч Трап. Да, ребят, все. Я думаю, только по этим словам уже можно понять, то, что теория верна и правдива. Поэтому мы можем и найти какой-то странный автомат с Глитч Вирусом. Точнее, с Глитч Трапом. Так что, ребят, мы можем еще много чего рассказать. Но, я думаю, видео и так уже довольно долгое. Поэтому, ребят, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Полтис. Всем удачи. Всем пока. И хорошего вам нового года.